Акция «Помогаем своим» стартовала в республике. Для поддержки военнослужащих в историческом парке «Россия. Моя история» провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей окопных свечей. При желании посетители могли написать письма бойцам, которые сейчас находятся на СВО. Посетить акцию пришли более 200 человек. Подробнее в нашем сюжете. Поддержать военнослужащих пришли 200 человек. Мастер-класс по созданию окопных свечей привлек большое внимание присутствующих. Подарить военнослужащим свет и тепло оказалось довольно легко. Стандарт 7 сантиметров банки. То есть под банку мы подгоняем само собой картон. То есть режем мы на гильотине, потом смягчаем сам картон и начинаем скручивать до определенного размера банки, чтобы он был впритык, но и оставалось место, чтобы заливать парафин. «Конечко это является фитит, который тоже состоит из кордона. Просто обычно мы его туда засовываем на середине и так же заливаем всю парафину и даем маскину. И, как правило, на следующий день уже получаем готовую заготовку, готовую свечу. Прошел мастер-класс и по плетению маскировочной сети. В зоне спецоперации они пользуются большим спросом. Сети отлично скрывают не только боевую технику, но и солдат. Здесь у нас представлены пять эскизов, как можно запустить нашу маскировочную сетку. То есть, чтобы каждый миллиметр закрывался, и когда на спецоперации, то есть мы туда отправляем, они выходят на какую-то разведку, они могли закрыться этой сеткой». Акция «Помогаем своим» сплотила людей по всей республике. В зону боевых действий уже отправились более трех тысяч окопных свечей и 50 маскировочных сетей. Но это лишь малая часть. «Это не только маскировочная сеть, это и гуманитальная помощь, то, что мы отправляем. Также спецодежда, это перчатки, балаклавы, маски. Все, что есть, имеется в виду, все, что необходимо для наших солдат. Мы максимально пытаемся своими силами направить». Акция «Помогаем своим» продолжится. Приложить свою руку к победе смогут все желающие. Марат Чурюмов, Ислам Даудов, Паризат Курбанова. Время новостей.